Девушки отдыхают. Конечно. Вы обещали мне три тысячи. Ну да. Но для начала ты их должен заработать. Логично? Логично. Что нужно? Три вещи. Первое. Ты должен мне рассказать все, что знаешь о некой Марине Высоцкой. Второе. Назвашь ее точный адрес. И третье. Навсегда забудешь об этом разговоре. Конечно. Без проблем. Для начала, что там за тело рядом с ней на фото? Муж? Да. Но они, по ходу, уже того. Разбирались? И даже дрались на улице, моя знакомая видела. Значит, она сейчас. Одна. Ну, чип того. Ну, нормально. Давай по деталям. А. Музыка. 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 Я собираюсь развестись. Бьёт-бьёт. Нет. Нет. На левый пошёл. Знакомая история. Мой бывший тоже так поскудничал. Ну да ладно, с усыновлением Коли придется подождать. Максимум, что можно сделать, это оформить опекунство. И вы сможете брать его на выходные домой. Спасибо. Это было бы очень здорово. Но это нужно делать достаточно часто, потому что... Он будет очень ждать. Да, конечно. Я все понимаю. Скажите, а я могу дарить подарки? Подарки? Ну, подарки это сложный вопрос, понимаете? Есть другие дети и если они будут видеть у Коли какие-то подарки, это не очень хорошо. Ну, тогда я буду дарить подарки всем. Ну, это будет несколько накладно, но можете купить что-нибудь вкусненькое. Потому что хорошие десерты, к сожалению, дети у нас редко видят. Поэтому... Десерт-то... А у меня есть идея. Так, ребят, кто хочет принять участие в приготовлении очень вкусного десерта? А что за десерт? Яблочный штрудель. Обещаю, пальчики оближите. Я помогу. Я! Отлично. Хорошо, тихо-тихо. Работы всем хватит. Так, Карин, давай ты будешь взбивать желток. Держи. Я тоже хочу. Возьми масло, положи на тарелку. Надо растопить его в микроволновку. Угу. Так, вы будете чистить яблоки и вырезать сердцевина. Так, а эта компания будет делать тесто тоненькое-тоненькое, вкусное-вкусное. Ева, ты будешь добавлять руки, если можно. Хорошо? Ну что, начали? Так-так-так. Вижу, у вас тут работа кипит. КОНЕЦ 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 Ну что, готовы попробовать, что у нас получилось? Да. Ну налетайте. А это на нас с вами. Попробуем. М-м-м. Как вкусно. Где вы научились так готовить? А я работала шеф-поваром, потом открыла свой ресторан. А вы в анкете ничего не писали о ресторане? Какой ресторан? А, это было в другом городе. Понятно. А как же вы оказались у нас в музее? А, да. А, да. Ресторан прогорел. Бизнесменник удышный. Замуж вышла и начала новую жизнь. Ясная. Замечательный штритель. Спасибо. Ну что, давай прощаться? Ладно. Только пообещай, что будешь приезжать часто. Хорошо. Пока. До свидания. Привет. Максим, в себя? Ты у него посетитель. Принес деньги за работу. Может, Максим мне наконец-то заплатит? А у тебя что-то срочно? Я сегодня вспомнила, что у меня был свой небольшой ресторан. Такое уютное место, где можно было вкусно поесть. Я сама там готовила. Подожди. Так ты все вспомнила? Нет. Только ресторан. Даже не столько ресторан, сколько саму кухню. Да. Лариса, он занят. Перезвини позже. Наверное, опять звук выключил. У них все серьезно? Ну, вроде того. Лариса его любит, а Максу некуда деваться. В каком смысле? В позапрошлом году Макс задержал одного отморозка, который размахивал пистолетом в парке. Могли пострадать дети. Макс выстрелил ему в ногу и скрутил. А у этого отморозка оказался очень влиятельный отец. В общем, Максиму грозила статья за неправомерное применение оружия. Лариса его спасла. Она заявила, что была свидетелем и видела, как тот отморозок размахивал пистолетом. Так она это реально видела? Нет. Так это еще не все. Потом Лариса пошла к своему отцу. А он у нее большая шишка, генерал. В общем, она заставила спустить дело Максима на тормозах. Ничем все закончилось? Максима отправили в почетную отставку. И с тех пор Лариса постоянно припоминает это ему. Она ведь пошла ради него на такую жертву. А он этого не ценит. И до сих пор предложения не сделал. Она ведь его так любит, так любит. А Максим? 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 В тебя влюбился? Что? Упс. Только не говори, что ты этого сама не заметила. Лиза, что? Ну, вы, если что, звоните. Спасибо. До свидания. До свидания. Привет. О чем разговор? О тебе. Шучу. А Марина тут кое-что вспомнила. Отлично. Идем в кабинет. Идите. Да. Нет, Ян, вместе мы не будем. Поцелуй в кафе. Это была ошибка. Я сам виноват. Черт, меня дернул. Остаться друзьями у нас, наверное, тоже не получится. Представляй, Мариша, что я ее очень люблю. Но извиняться ни за что не собирается. Все, что у нас было, Сережа, было по-настоящему. Все. Прости. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЯК 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 Абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. ТЯК ТЯК Марина, ты прости меня. Никакой психиатрической клиники не будет. Я вел себя как дурак. Ты зла на меня не держи и... Будь счастлива. Ну, пока. Говоришь, только ресторан вспомнила, да? Где-то у меня был каталог общепита. Максим. У меня Лиза... Я... Что? А я правда тебе нравлюсь? Марина... Я... Я люблю тебя. Лариса... Допусти! Допусти ты меня! А что здесь происходит? Чувствую себя героиней пошлой комедии. Герой и его новая возлюбленная я. Старая, постылевшая невеста. А тебе, больная, я смотрю, память не нужна, чтоб чужих музыков уводить, да? Да руки от меня убери! Кажется, ты все-таки сволочь. Хотя, знаете что? А вы продолжайте, продолжайте, ну что вы! Я сегодня же наберу отца, и он тебя уничтожит, понял? Ларис! Здорово. Там, стой. Вы кто? А ты кто? В смысле кто? Я здесь живу! Там, стой! Жилец! Чем ты ближе, тем больше шансов стать мне жильцом. Усек? Усек. Марина где? Зачем тебе Марина? У нас с ней кое-что связывает, нечто большее, чем постель. А тебе, как Марина, она у тебя тоже стонет, когда я... Чёрт! Да чёрт! А там, блин, спать! Тихо! 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 Не остановишь её? Тихо! 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 Да, хорошо, хорошо, я поняла. Спасибо. Что? Сергея стреляли в нашей квартире. Он ранен. Марин, ты прости меня. Никакой психиатрической клиники не будет. Ты вёл себя-то? Дурак. Ты зла на меня не держи, и будь счастлива. Зря я его подозревала. А у тебя были на это причины? Кто в него стрелял и зачем? Он жив, а остальное наладится. Уничтожь его. Он больше не в моём подчинении. Он вообще не работает в полиции. Он сам по себе. Ты же, генерал, ты же можешь что-нибудь придумать. Ты понимаешь, что он унизил меня, но я не знаю, подними это старое уголовное дело, в конце концов. Бориса, он тебя разлюбил. Так бывает. Что? А если я подниму ту историю, мне придётся закрыть и тебя. За лжецвидетельство. А знаешь что? А знаешь что? Я теперь поняла, почему мама тебя бросила. Остынешь? Звони. Да пошёл ты! Да пошёл ты! Да пошли вы все. Пуля раздробила ключицу. Гематома, внутреннее кровоизлияние. Случай довольно тяжёлый. Извините, мне нужно идти. Кто его нашёл? Соседка. Услышала шум за стеной, вышла проверить, что произошло. Дверь в квартиру была открыта. Она вошла, ну и вот… Ясно. Ещё один вопрос… Максим Алексеевич, вы задали уже достаточное количество вопросов. Теперь моя очередь. Марина Владимировна, вы же не против проехать ко мне в кабинет? Нет, не против. Тогда пройдёмте. Марина Владимировна, может, я ошибаюсь, но вы не кажетесь мне убитой горем. И что? Это повод в меня в чём-то подозревать? Мы собирались развестись. Ну, я собиралась. Это… из-за вашей болезни? Отчасти. Значит, была другая причина? Он мне изменил. Он… с моей подругой. Фамилиями подруги. Яна Вакуленко. Перезвоните ей, дайте мне трубку. Яна Вакуленко. Алло, Ян. Это я. Ян, я сейчас у следователя. Он хочет с тобой поговорить. У следователя? Да, в Сергея стреляли в нашей квартире. Он жив? Да. Серьёзное ранение. Так ты сможешь со следователем поговорить сейчас? Связь прервалась. Перезвоните ещё раз и включите на громкую связь. Помимо измены, у вас были ещё какие-то разногласия с мужем? Нет. Ну, может быть, спор из-за наследства или недвижимости? Нет. Ну что ж, мы это выясним. Дайте мне ваши координаты и координаты вашей подруги. Девушка, можно машинку? Срочно. Адрес… Сейчас, секунду. Ну что? Просто спрашивала про наши отношения с Сергеем. Ясно. Идём, я отвезу тебя к Лизе. Она уже дома. Идём. Идём. Явились. Макс, ты в курсе, что мобильный телефон существует для того, чтобы человеку можно было дозвониться? Я вам пятьсот раз звонила. Да? А у меня звук выключено. Да, и у меня. Понятно. Ну, ладно, я исправлюсь. Марина, я побегу, у меня там ещё куча дел. Ой. До завтра. До завтра. Лиза, пока. Чао. Как там Сергей? Доктор сказал, что опасности для жизни нет. И то хорошо. А ты чего? Не знаю, вокруг себя плохо. А мне? А тебе хорошо. Сейчас поедим и будет ещё лучше. Главное, не пережарить стейк. Мне кажется, я его люблю. Стейк. Максим. Пойду. Марина, а что следователь сказал? Следователь? А он подозревает в меня. Он думает, что ты выстрелила в собственного мужа. Ну, наверное. Да, жены обычно всегда так выступают. Так что делать будешь? Да не знаю. Я даже думать об этом пока не хочу. Потом. Спокойной ночи. А ужин? Нет, спасибо. Спасибо. Как мило. У всех любовь, а у меня стейк. Так вы хотели поговорить? Да, хотел. Я тут узнал кое-что интересное. Оказывается, Марина Владимировна Высоцкая получила в наследство картины художника Корнечука на общую сумму в несколько сотен тысяч долларов. Вы в курсе? Да, в курсе. И что вы по этому поводу думаете? А вы? Ну, я думаю, что это мотив. Допустим, Марина Владимировна не захотела делиться деньгами с мужем. Ну и... Она была и не обязана с ним делиться. А если бы он подал в суд? Суд бы признал ее недееспособной на раз-два. А его однозначил опекуном со всеми вытекающими. Тут есть еще один мотив. Ревность. И что характерно, Яну Анатольевну Вакуленко мы так и не смогли разыскать. Ни дома, ни на работе ее нет. И где она, никому неизвестно. Вы намекаете, что Марина ее завалила? Может быть. А может быть, ей кто-то помог. Знаете, как в жизни бывает? Люди стреляют друг в друга, а потом не разберешься, кто прав, кто виноват. Ну, вы это точно знаете. Муж в коме, любовница мужа исчезла. Еще эти картины. Запутанная ситуация получается. А от меня вы чего хотите? Максим Алексеевич, если вы действительно друг Марины Владимировны, донесите до нее одну мысль. Говорить правду иногда очень полезно. А чистосердечное признание всегда идет только на пользу обвиняемому. Если вы друг, она же должна к вам прислушаться. Да, конечно. Ну что, вот и поговорили. Если будет что-то дельное, вы звоните. И вы. Да. Если будет что рассказать. Или в чем признаться. Всего хорошего. Кто? Марина, это я. Привет. Привет. Проходи. Что удалось узнать? Я долго думал. Мне кажется, что Яна исчезла неспроста. Она испугалась. Того, что случилось с Сергеем? Да. Ты думаешь, она в курсе, что происходит? Ну, вполне возможно. У тебя водичка есть? Есть, конечно. Вы ведь были знакомы до вашего замужества. И она могла знать, что-то такое, что... Из-за чего ее хотели убить? Да. Надо ее найти и поговорить с ней. А где мы ее найдем? Я даю справки. У нее есть дом в Челохово. Достался ей от бабушки в наследство. 60 километров от города. Так что, едем туда? Если ты готова, поехали. Только переоденусь. Бабуль, вечер добрый. Добрый. А дом Бакуленко где? А вот там, за мостом, крайний домик. Но он пустой. Там никто не живет. Тамара помягла. Понял. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Закрыто. Ну, это не проблема. Вуаля. Так. Ну, что, вроде этот. Ну, да. Кажется. Он. Самый крайний. Ну, смотри. Свет горит. Горит. Яна. Осторожней только. Убери на глаза. Секунду. Погоди, погоди. Ого. Алкогольная интоксикация. Ян. Ян, ты меня слышишь? Не трогайся, ян. Принеси просто воды и тазик найди. Делается. Вот так. Вот так. Вот так. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НЕЕТ! Твою мать! Марин, ты как? Нормально. Глянь. Даже не проснулась. Марина. Марина? Что с тобой? А я все вспомнила. Все. Восемь лет назад у меня был муж и сын. Уж работал водителем одного бизнесмена, Бурова. Ну, это так говорится. Бизнесмен на самом деле бандит. В тот вечер мы с Павликом гуляли около дома. Они ехали к нам на встречу. Оба не трезвые. За рулем был Тимур. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нееет! Буров сказал, что не хочет светить свое имя машиной водителя. Отвезешь его подальше, оставишь его там, а бабе свой рот закроешь. Как? Как хочешь. И чтоб нигде она не вякнула. А если вякнет, сам с этим разберешься. Понял меня? Понял. Я не стала молчать. Тимура посадили на пять лет. Он сказал, что убьет меня, когда выйдет. Я решила уехать в другой город, начать новую жизнь. Мне помог один человек. Татуху я, конечно, уберу, но останется шрам. Ну и пусть. Слушай, ко мне ходят разные люди. И среди них есть особенные умельцы. Ну, знаешь, те, которые не афишируют источник дохода. В общем, есть человек, который поможет сделать новый паспорт. Если у тебя, конечно, есть деньги. Да. Я продала дом и ресторан. Тогда я попробую договориться. А, кстати, тебе бы нежность поменять. Волосы перекрасить, что ли? У меня появились так новые документы, естественно, фальшивые. Но они вполне сгодились, чтобы устроиться на работу в музей. А потом я познакомилась с Сергеем. Мне казалось, что… А фотографии, где ты рядом с техникумом? А я их сама сделала. А когда ты сказала все… И они? Да я не помню. Но… Точно до знакомства с Сергеем. Мне надо было с кем-то поделиться. А она была моей настоящей подругой. А потом… До того как… Марин… Поехали. Да. Поехали. Поехали. Приветик. Марина собиралась вам звонить. Слушай, Макс, меня тут мама попросила купить продуктов. Ну, а потом традиционные посиделки за чаем. В общем, я у нее заночу. А… Да, ты можешь приночевать у меня. Если, конечно, поместишься на диване в гостиной. Он не рассчитан на такие большие и громоздкие тела. Громоздким и длинным телом меня еще никто не называл. Значит, я первая. Марина, все нормально? Да. Просто был тяжелый день. Слушай, у нас тут еще одна пассажирка. Ты же не против, если она переночует с нами? Я надеюсь, вы ее не похитили? Нет. Тогда почему я должна быть против? Где двое, там и трое, где трое, там и пятеро. Будет еще кого звать. Зови, не церемонись. Да ладно тебе. Да, ладно. Побежала. Пока. Пока. Ну что, надеюсь, лифт работает. Нет! Нет! Марин? Марин, ты как? Я больше не могу. Нет. Я не могу больше. Я так устала. Я больше не могу. Я рядом. Не плачь. Не плачь. Это всего лишь кошмарный сон. Я знаю. Я знаю отличное средство от кошмара. Какое? А хочешь, я тебе спою? Что? В кавань заходили корабли, корабли. Большие корабли из-за океана. А в каютах пили моряки, моряки. Пили за здоровье капитана. Ну как? Нормально? Честно? Ну конечно. Ужасно. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Максим! Я это уже не сумка. Господи, ты что с ним сделал? Ничего серьезного. Пару дней голова поболит, пройдет. А ты совсем не изменилась за эти восемь лет. Ты тоже. А этот недоблогер сказал, что тебе память отшибла. Обманул. Что тебе надо? Пять лет жизни. Пять лет я мечтал, что выйдет на еду тебя. Чего только в своей голове я с тобой не вытворял. Я вышел и стал искать. Один знакомый поставил пробу на ноут по поиску лиц. Каждый день я начинал с того, что шерстил в интернате. Я знал, что мне повезет. Все эти блоги, бложки, соцсети. Сейчас любого можно найти. Убьешь меня точно так же, как убил моего сына. Вообще-то, он был моим сыном тоже. И не было ни одного дня, чтобы я об этом не жалел. Но знаешь, дорогая, в этом есть не только моя вина. За детьми надо следить. Нет, не делай этого. Пожалуйста. Ты опять сядешь. Может быть. А может и нет. Меня никто не видел, когда я сюда заходил. Улик я не оставлю. Прощай, жена. Я что-то пропустил, да? Я нам тут за круассанами сходила. Спасибо. Как ваша голова? Мормально. Ну, будем надеяться. Да, я тоже. Так о чем это я говорил? А, да. Ваш муж Сергей опознал Егорова. Кроме того, мы нашли его отпечатки пальцев в вас в квартире. Так что теперь Тимофей Егоров не отвертится. И он надолго посадит? Ну, я думаю, что он получит лет восемь в совокупности. Учитывая рецидив. Ну, а теперь насчет вас. Использование заведомо подложных документов наказывается штрафом в размере нескольких минимальных зарплат. Но я думаю, что суд учтет смягчающие обстоятельства и пойдет вам навстречу. Она опасалась за свою жизнь? Да, я в курсе. Думаю, что суд пойдет навстречу. Ну, а теперь можете быть свободны. Возьмите пропуск. Ну, что, в детдом? Да. Только надо успеть в магазин. Купить подарки. Таня? Что? Танечка. Привыкает? У тебя будет много времени, чтобы привыкнуть. Надеюсь. Ну, как? Вкусно. Хочешь? Завтра еще принесу. Хочу. Ну, что, готов? Ну, конечно, готов. Привет! Привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомься. Это мой... друг. Коля! Макс. Ну, это тебе. Ух ты! Это что, квадрокоптер? Да. Мы все в магазины бегали, пока его нашли. Автопилот, GPS, камера 14 мегапикселей, скорость 16 метров в секунду. Ну что, запустим его? А что, прямо сейчас? Ну, если нам позволят, то почему бы и нет? Да, конечно. Согласен. Только сейчас ребят позову? Да. Ну, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok